Здравствуйте! Рад вас приветствовать! У нас пятая лекция, и мы дошли до темы строки и следствия. Видите, два типа объектов очень похожи друг на друга. Ну, не то чтобы очень, но есть сходства, которые я хочу подчеркнуть. Поэтому я вот так буду записывать разные действия, которые сходны, и мы будем смотреть сходства и отлично. Итак, строчку можно создать просто написанием ее литерала и присваиванием ссылки. При этом литералу он будет написан как в двойных кавычках, так и в одинарных кавычках, потому что все равно одинаковый, один и тот же объект строки. Зачем бывают нужны одинарные кавычки? Ну, за тем, чтобы внутри этой строки использовать символ двойной кавычки в качестве символа. Понятно, да? Зачем нужны двойные кавычки? Чтобы использовать одинарные кавычки, тем более, что они в одинарных кавычках используются в качестве, там, а я его использую, да, вот, например, аль, да, там качество именно кавычка, не вот та, которая на букве «ё», не какая-то еще, да, а именно вот та, которая одинарная кавычка. Вот поэтому вот, в частности, понятно, да? Итак, что делать, если нам нужно использовать в строке и одинарные двойные кавычки? Можно их экранировать. То есть я могу сделать так. Например, I am a, так, я не хочу писать здесь двойные кавычки. Но нельзя, потому что я взял двойные кавычки. Я вставлю, считаю, каких кавычек больше, вижу двойных кавычек больше в этой строке, и экранировать я буду одинарную кавычку. Ну, просто, чтобы меньше было знаков экранировать. Экранирование – это обратный слэш. Вот так вот. В результате строка удлиняется, конечно, на одинаковый, ну, в смысле, мне писать дольше. Но зато я могу использовать говорильные кавычки, о, прошу прощения, одинамовые кавычки, в качестве, собственно, символа для границ строки. Понятно? Если я хочу написать обратную кавычку в строке, то это отдельная проблема. Потому что она является символом экранирования. Да, и если мне очень надо написать двойную черту, то мне придется, в смысле, черту, то мне придется написать ее два раза. То есть первая черта экранирует вторую, и говорит, она не является экранирующим символом. Понятно? То есть в этом смысле такая вещь, как путь Windows, он будет выглядеть очень забавно. Там C, Windows, вы знаете, там обратный слэш, используется в качестве разделителя между каталогами. Там C, дальше две косые черты, это если я хочу написать, да, не знаю, Dior, две косые черты, 1.txt, там выглядели все забавно. Вот, но с этим, на самом деле, можно справиться. Если вы хотите сказать, в этой строке мне ничего не надо экранировать, но писать двойные слэши я не хочу. Да, я не хочу бакс-плэш писать по два раза, я это делаю один раз, но я информирую язык питон, что в данной строке мне не надо ничего экранировать. Луковка R непосредственно перед литералом строки говорит, что все экранирования отменяются. Понятно? И косая черта обратный слэш не работает в этой конкретной строке. Это такие мелочи на самом деле, по написанию литералов, но последнюю из мелочей пронесут. Это так называемые многострочные строки. Тройные и двойные камышки, это многострочная критика. Строка. Что под этим имеется в виду? Имеется в виду, что здесь символ перевода корректы, он входит в эту строку. Понятно? Если же вы попробуете это сделать с обычными двойными кавычками, то он обнаружит и скажет вам, извините, у вас строка незаконченная, нарушение симпатизма. В случае многострочной строки, можно это делать вот так. Если мне нужно закомментировать строчку кода, это делается при помощи решетки. Решетка в начале строки, и строчка закомментирована. Но если мне надо закомментировать много строк кода, в этом случае можно использовать, собственно, тройные кавычки. Раз-два-три, раз-два-три, и все эти строки у меня являются внутри строки спрятанными. Понятно? Я как бы закомментировал, потому что этот объект строка, он никуда не сохраняется. Естественно, что питон ничего с них не будет делать. В принципе, такое на КАИ используется, только быстро он закомментирует много строк, чтобы не расставлять решетки. Понятно? Ну, это так, по мелочи про литералы строк я вам рассказал, а так это не то, что касается склонного строка списка. Вот, а список создается квадратными сколками. А именно, давайте я букву ГАУ. Ну, например, 0, 1, 2, 3, 4. Почему я использую именно такие сейчас числа в качестве содержимых? Потому что числа совпадали, собственно, с индексами своими. Да, потому что можно доступаться к этому и к этому объекту, добывая его по индексу. Давайте для начала я покажу как раз добывание не по индексу, а использование с циклом фор. Фор, чар, ин, эс, двое точие, ну, и что-нибудь давайте с ним там делать. Например, принт, чар. Ну, кстати, еще одну вещь, и покажу, что еще можно делать с символами. Можно узнать их код к кодовой таблицы. Орду от чар. Ну, у меня что получится? У меня получится распечатка символов строки, для каждого символа его код в кодовой таблице. Как будет закодировано? В кодовой таблице ЮНИКОД. Ну, я вам уже говорил, как-то, что питон только подделан в ЮНИКОД, и все сроки, которые я вам говорю, они в ЮНИКОД, и ветераны в ЮНИКОД. То есть, можно на любом языке писать совместно, и все это будет воспринято, отпечатано нормально. Но, надо сказать, что ЮНИКОД – это семейство кодировок, и в данном случае подразумевается кодировка UTF-8, которая является неравномерной, то есть, разные символы имеют разное количество байлов. Простейшие символы, которые принадлежат американской стандартной кодировке, M-ASCII, они помещаются в один байт. Там латинские символы, цифры, плюс-минус, там, и так далее. Ну, в общем, минимальный набор 128 символов можно закодировать одним байком. А вот все остальные символы кодируются двумя байтами или большим количеством байт, в зависимости от необходимости. Ну, там, китайские, корейские, 4 байка и более. Вот. Видите, да, я перебираю элементы строки, а именно символа, перебираю просто при помощи цикла форм. В данном случае объект строка, как объект список, является итерируемым объектом. И мне не требуется доступаться по индексу к этим, собственно, к элементам. То есть я просто бегу иксом по значениям списка. Бегу там символом по значениям строки. Понятно? И строка и список итерируемые объекты. Итерируемые объекты. Тем не менее, мы можем доставать по индексу 0, 1, 2, 3, 4, да, 0, 1, 2, 3, 4, да, 0, 1, 2, 3, 4. Ну и что-нибудь мы можем с этим делать, да, мы можем там, print, i. Надо заметить, что вторая форма, она менее приятная, чем первая. Правда? Это не так красиво, как там. Ну, у строки то же самое можно сделать. for i in range len s. Ну и, кстати, вы можете заметить, что функция len работает как со списками, так и со строками. Она возвращает длину данного объекта. Сколько там, собственно, элементов, да. for i in range len s, lint s итер. Квадратно. Однако, однако, данный способ обработки строки быстрее, чем вот этот. А для списка абсолютно одинаково. Дело вот в чем. Поскольку список является подобием массива, он имеет как бы дальний порядок, только как кристаллическая решетка. И мы можем предсказать положение и того элемента, даже несмотря на то, что они там, он, разных типов, список, это список ссылок. А все ссылки, ведь одинаковый размер. Короче говоря, если вы уже знаете, что такое асимптотика, то добыть ипи элемент, вот сказать, ой, я хочу там, 1151 элемент. Это о от единицы. То есть, констант за ту же долю секунды, что и первый элемент. А вот добыть ипи элемент для строки, это не так легко. А приходится, да, считать, по той простой причине, что строка состоит из, как вы говорите, символов разной длины. Какой байт, какой 2 байта, а 4 байта, а какой еще длиннее. Ну, в общем, короче говоря, вот мы можем сказать, где соседний символ, но заранее сказать, где там у нас плюс десятый, плюс сотый, плюс тысячный символ, мы не можем. Понятно? Таким образом, строчку эффективнее, ее не годную строчку, ее эффективнее обрабатывают последовательной обработкой. Да? Обработка вот такая, посимвольная, к которой, возможно, кто-то, кто работал на Паскале или ТСИ когда-нибудь, мог привыкнуть к посимвольной обработке строки. Вот это неэффективно для строк в нервно-мерной калибровке. Тут не питон виноват. Понимаете? А чего нельзя сделать что-нибудь для ребенка? Вот смотри, я хочу взять и увеличить все числа в этом списке на единичку. И я говорю, АИТ равно АИТ плюс 1. Ну, или моя любимая форма вот этого вот, это АИТ плюс равно 1. по итогам я беру, распечатываю этот список. Причем, кстати, список можно распечатать просто в принт А и он его печатает. Он его так и напечатает в квадратных скобках через запятые. И строку я тоже хочу подпортить. Я хочу каждый символ сдвинуть в кодовой таблице на единичку. Ну, по алфавиту, естественно, на них в кодовой таблице по алфавиту. У меня здесь буквы Z, слава богу, нет. Значит, за пределы алфавита я не уеду. Я могу воспользоваться функцией равно ЧР от ОРД от СИТа. То есть я здесь использую что? Функцию, которая добывает код символа. Функцию прибавляю в единичку. Плюс один. Засовываю это в функцию, которая возвращает символ по коду символа и хочу записать это дело в ИТ-й символ страх. И вот тут-то окажется, что я не могу это сделать. Не могу. Я могу добыть символ ИТ-й. Хотя на это требуется определенное время. Но вот записать туда я не могу. Ну, представьте себе, что у меня тут какое-нибудь слово. Здесь А латинское, а здесь какая-нибудь буква Ю русская. Да? Здесь там какая-нибудь буковка Х латинская, а здесь какой-нибудь корейский иероглиф. И все это естественно и это нормально в одной строке. Да? Здесь какие-нибудь изменения. Зер, зер. Да? И я хочу, например, на место буквы Х написать букву И. Что мне для этого надо сделать? Мне надо все вот эти вот байки как-то сдвинуть. А учитывая, что строка у нас это там может быть гнее. 100 символов и даже гнее 10 килобайт. Да? Это могут быть сотни мегабайт. Длина этой строки может быть сотни мегабайт. Миллиард, миллион и миллиард символов. Это может быть очень темкая операция. Поэтому изменения постсимвольные взять на них символ строки нельзя. Или, короче говоря, строка является неизменяемым объектом. Это очень важно. Строка неизменяемым, а не облакитерируемым, но строка неизменяемый объект. Неизменяемо, а список является объектом изменяемым. вот это очень важно. Так, ну давайте и еще пример про типы по-моему, строки. Да, но тем не менее, кстати, несмотря на то, что извинять нельзя, но я могу создать новую строку, да? Ну, например, как я могу создать новую строку? А я возьму вот здесь вот какую-нибудь букву там F равно двойные кавычки эту нарубку, ну или двойные, двойные, две двойные кавычки, да? И здесь я буду говорить P плюс равно. Ну, у меня для строк работает операция конкатенация. Я могу доклеивать к строке продолжение. Надо сказать, что это неэффективная работа, все равно она в каком-то смысле посимбольная, но, пожалуйста, я создаю новый символ и доклеиваю его в конец строки. В результате, пожалуйста, я жду не могу увидеть эту самую P, которая состоит из сдвинутых алфавитов, символов исходной строки. Ладно, давайте теперь поинтересуемся типами. Ну, я, в принципе, должен сказать здесь print type S. Ну, я проще короче, просто type type S. Какого типа строка? Я увижу на экране S, P, R. А какого типа список? Type A. Он мне скажет, что это лист. очень хорошо. А какого типа S нулевое? Какого типа S нулевое? То есть символ строки. Интересно же, да? Какого типа символ? Ну, и какого типа у меня A нулевой, да, нулевой элемент. Так вот, окажется забавным, что у меня тип символа как он будет, как называется? А? Странное предположение? Да. СТ. Или, короче говоря, в питоне нет типа символа. В питоне один символ это тоже строка. Один символ это тоже строка. Можете спросить, а как же работают эти функции черный орден? Ну, ответ, они работают для односимвольных строк, для строк длины 1. Вот и все. Для строк длины 2 они выдают ошибку. Выбрасывают ошибку, прерывают программу. Понятно? А как же понятно, да, то есть у меня вот этот чар это я почему-то использовал чар здесь. Я это имя использовал потому что оно свободно, оно не зарезервировано. Можно называть свою переменную словом чар и все. Понятно? Там в языке сиф, паскаль это зарезервированное слово под специальный тип. Нет, пожалуйста, я переменную назвал словом чар. Вот. Или можно было for символ S пожалуйста. Так, двигаемся к значит АУ строки, прошу прощения, АУ списка элемент имеет тип до элемента. То есть S это, а это соответственно это то, что там лежит. Есть еще более документальное отличие, все отличие можно подчеркнуть, сказав так, это срез строки. Это срез строки. А это элемент списка. Понимаете? То есть я не просто беру под список списка, это под строка строки, просто очень коротенькая в один символ длину. А это не под список, это именно сам элемент. Дело в том, что я могу с легкостью у списка тоже брать срезы. Помните работать со строками, там где срезы, в самой первой были? Срезы строк. Очень просто, красиво. Так вот, у списка то же самое. Допустим, у меня есть вот этот самый список, да, в неизменном его виде. Кстати, я могу знаете как еще генерировать список. Вот я сейчас покажу вам самый простой способ генерировать список из очень большого количества от 0 до 100. Но я не буду сейчас от 0 до 100, но мне все равно лень писать 0,1,2,4. Я напишу так. Я напишу явным образом генератор списка листов. Я этот генератор списка, точнее конструктор списка. Я этому конструктору сейчас если ничего не скажу, то у меня появится пустой объект списка. Пустой список, который изменяемый, его можно изменять, докладывать элементы, но я хочу сразу конструктору выдать арифметическую прогрессию от генерации. Рейндж. Поэтому я ему подаю рейнджи, и он пользуясь этим рейнджем, будет брать из него числа и долбить их в список. И у меня благодаря этому появится список из 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так я написал. Ну давайте погибли, я не буду опять писать принт, среза, я буду просто писать срезы. Давайте пробежимся по нему. Итак, во-первых, я обещал вам срез, который по длине равен одному рейнджу. Например, 0, 2, 1. Это срез, который состоит из нуля, нулевой элемент, а первый, то есть старт, стоп, степ, помните, да? старт, остановка, шар. Вот соответственно у меня начиная с нулевого, а первый не берем. Поэтому у меня захватывает только нулевой элемент, но квадрат на 100. То есть это список, содержащий один элемент, который срез там нескольких элементов с каким-то шаром. Ну например, с первого элемента по седьмой элемент с шагом два. Что у меня получается? Это элементы один, три, пять, а седьмой элемент уже не входит, потому что он является стоп. Семь тут или шесть, у меня бы семь уже в любом случае не вошло. Один, три, да? Я могу сделать шаг отрицательный. Например, а? Ну например, от пятого элемента по нулевой с шагом минус один. Что у меня получится? Пять, четыре, три, два, один, а ноль не войдет. А ноль не войдет, потому что ноль является стопом. А если я хочу, чтобы до нуля дошло, что мне делать? М? Не писать. Не писать, абсолютно верно. Я не пишу ничего, но пробел не принято ставить, поэтому я вот так сплошничком напишу, два двоеточия, то есть я пропустил второй раз, ну давайте минус один будет у нас это будет у меня с нулем включительность. Пять, четыре, три, два, один, два. Так, отлично. То есть со срезами списков в принципе все понятно. А если взять просто пять, ноль без минус один уходят? Пять, ноль без минус один, нет, это будет пусто. и давайте запишем как пример. То есть когда у меня старт больше чем стоп. Так, три, двоеточие, два. Так, он вернет пустой список. Это пустой срез. Ясно? Так, что еще вам показать со срезами? А, ну давайте вот что, срезы с двумя параметрами никогда не приводят к ошибкам. Если я попытаюсь у этого списка взять средств например от нуля до десяти тысяч, ну или до тысячи, он, ну давайте я только поменьше напишу, что здесь написать, от элементов с индексом девич до девяти, до девяти тысяч. Так, это вполне нормально, он начнет, я прошу, я еще исправлю, от восемь я поставлю, чтобы парочка попорвала. восемь запятая девять, да, а пока все, конец, потому что конец списка наступил раньше, границ, раньше, чем стоп. Да, ясно? Ошибки не возникают. Даже если вот такая ситуация возникнет, что я беру срез от, не знаю, тысячи, теперь давайте от ста до двух ста, а у меня индексов таких нету, таких элементов, то у меня получится просто пустой список. Ошибки нет. срезу с двумя и с тремя параметрами никогда не приводим к ошибке. Просто может получиться пустой список. Можно в срезе пользоваться отрицательными индексами. Так же, как и у строк, у списка отрицательные индексы значат отсчет с конца списка. Но все, что я сейчас рассказал, это все, конечно, хорошо, но не только этому. Не только этому. Дело в том, что списки являются изменяемыми объектами. Списки являются изменяемыми объектами, а это значит, что понятно, что я в А1, А2 могу присваивать, но самое фишное, что можно присваивать присваивание в стресс. Присваивание в стресс. Итак, первая фишка. Давайте список я сделаю покороче. 1, 2, 3, ну, так, 1, 2, 3, 4. Достаточно. Итак, что я сейчас делаю? Я в срез А1 от 2 до 4 куда? 2, задевайте. Да? В этот срез присвою 20, запятая 30. В принципе, я могу скобки не ставить. скобки это у меня будет кортеж из двух значений и у меня 20 и 30 запишут как раз туда. Ну, давайте я для порядка поставлю скобки квадратные, чтобы списком уходить. Но, еще раз говорю, это не обязательно, потому что у меня в принципе и так будет кортеж значений отправиться. Так. Но, смотрите, что я еще сделаю. я не буду переписывать к чему это приведет. Понятно, 200, 200, 300, 200, 300. Так, список изменится. А теперь дальше. А2 2.4 равно что я сделал? А? Я уничтожил эти элементы, потому что я откуда вы знаете? Как-то вы так лихо это я думал, что вы еще представляете себе массива. Список это не массива. То есть, скажем так, подобие массива есть, но мало того, что там элементы разных типов можно прожить, да? У него изменяемая длина, он помнит свою длину в отличие от массива в классе. Так еще есть такие мощные операции, например, можно взять присваивание в срез, присвоить не то количество элементов, которое в срезе было. Таким образом, у меня вместо 20 и 30, которые стоят на месте двойки и тройки, не будет ничего. То есть, результат этой операции будет 0, 1, 4. Я просто взял и вырезал вот этот кусок. Ясно? Так, что еще вам интересно показать? Вот давайте с этим списочком коротким сделаем еще какую-нибудь короткую операцию. Например, сделаем срез в котором с тремя параметром мы обращаемся к этому списку заданно вперед. К списку заданно вперед А2.1 и я туда положу что? А я возьму и сам А куда положу целиком. Что я сделал сейчас? я говорю в вот срез этого списка то есть в этот кусок этого списка который вас вытирает но с обратной обратной степени хотя бы по-хорошему мне надо его рассказать вам я расскажу алгоритм наворачивания массива в обратный порядок как перевернуть массив в обратном порядке давайте напишем а то мы так написали одной строчкой одной короткой строчкой 8 символов а в 9 символов а какая разница в этой программе а в 9 средстве или сам тип разница будет но я сейчас хочу подчеркнуть это чуть-чуть позже разница будет по важной причине то есть здесь я коротко записал максимально сейчас значит давайте с вами запишем алгоритм обращением списка ручками в элемент так что я сделаю я пробегусь при помощи цепла кор кор ай ин рейндж лен а вопрос есть? нет вопросов? тогда потише кое-кор и что я делаю я говорю а и тому запятая ну как самый быстрый способ обратиться к элементу и тому с конца минус 1 минус и с отрицательным скотином а минус 1 минус и три элементы я меняю без сталь но я по-битоновски это делаю как х, у равно х, х да а минус 1 минус и х и а и и то есть что я беру я их беру и переставляю места никто никому не сдавал ЕГЭ особенно по сторонам все молчат ага но есть человек который знает фишку давайте я покажу в чем фишка собственно это ошибка которая часто эксплуатировалась на ЕГЭ ошибка в поиске алгоритма да мы меняем элементы сами как вот вначале нулевой с минус 1 первый с минус 2 второй с минус 3 а дальше третий с минус 4 а потом самое страшное 4 с минус 5 5 с минус 6 и 6 с минус 7 то есть мы все поменяли а потом поменяли все равно то есть работы много а результат нулевой поэтому мне нужно вовремя остановиться при переборе линдекса вторую часть работы это делается очень просто Лер А пополам естественно нацово потому что мне нужна а зачем вы обсуждаете и что вы обсуждаете это не обязательно можно дождаться перерыва который у нас будет никто не отвлекает мы будем с перерывом работать обсудить и так короче говоря алгоритм он вот ну что с присваиванием срезов все понятно да вот вариант вот так сказать ручками сделать вот это обращение кстати есть одна фишка при использовании срезов с тремя параметами с тремя да неважно это неважно но я в этом случае не могу туда присвоить ну допустим не знаю два двоеточ... у меня там элемент маловато да давайте еще раз нулевой двоеточие 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 разное не получится в случае в случае присваивания срезов с тремя параметрами длина присваиваемого объекта должна совпадать с длиной срезов потому что мы как решеточкой должны вставить эти элементы без лишних таких движений непонятно иначе мы туда вставим оставшиеся которые мы вместе так ну что мы с вами еще будем делать это мы сделали а теперь а? 1,2 вставить да 1,2 можно вставить главное чтобы количество элементов вот в этом срезе у меня средства там длина средства а у меня длина присваиваемого итерируемого объекта 3 все понятно давайте отдохнем потом я буду достать жену из бутылки давайте достанем жену из бутылки мне нравится моя функция знаете чем она мне нравится несмотря на то что здесь символов больше это преобразование списка на месте на месте я не использую дополнительной памяти не создается дополнительные объекты списка а вот это вот эта короткая строка она на самом деле что делает нет в данном случае я хитро написал без создания отдельного объекта я пользуюсь имеющимся объектом но тем не менее на самом деле для того чтобы производить срез потребуется ну некоторая оптимизация чтобы не использовать дополнительные памяти но если бы я написал вот так то есть вот здесь написал бы срез списка от начала до конца так то это было бы реальное создание отдельного объекта оно бы точно потребовало дополнительные памяти размера с этот список вот ну давайте же мой замечательный алгоритм оформим в виде функции d reverse a для того чтобы я мог взять и вот так воспользоваться a равно 1 2 3 написать reverse a и распечатать список а ну кстати давайте я покажу как печатать список без квадратных скобок и запятых вот так можно печатать список без квадратных скобок и запятых print звездочка a вот эта звездочка это распаковка итерируемого объекта в параметры функции то есть как будто бы я написал через запятую а ну любой запятая а первой запятая а вторую запятая а в общем понятно да таким образом у меня будет происходить распечатка самих элементов через стандартный сепаратор пробел и в конце перевод каретки то есть просто 1 2 3 да или 3 2 1 что я увижу что я увижу я увижу 1 на 3 хочется спросить какого черта вывода 1 дело в том что я только что произвел его реверс да я вроде бы вывернул и вывернул правильно я сделал истерик пополам почему начинаем разбираться начинаем копать ну что делает программист когда он видит ошибку которую не понимает он начинает вставлять дебаг принтинг да то есть отладочную печать ну давайте вот только изменили на печаты print звездочка а то есть любой список который я буду выворачивать ну это понятное дело что это для реального не надо что там каждый раз печатать но хочу увидеть хотя бы временно я писал да и вот чудо 3 2 1 то есть я вижу на экране 3 2 1 а потом снова 1 2 3 а нет шучу нет 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 шучу прошу прощения я вам вру 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 на самом деле все будет нормально я другую функцию надо подготовить как раз все нормально здесь все еще нормально я поторопился с этой кладочной печатью давайте сделаем вот так да я сотру сейчас алгоритм чтобы написать тот который покороче вот тут да все понятно при поэлементной работе со списком пожалуйста он меня меняется разворачивается я простите пожалуйста случайно да давайте сделаем вот это вот тут присваивание в срез в срез а 2 2 и прочее минус 1 присваиваем а 3 2 1 3 2 1 а теперь то о чем просили а равно а 2 2 и прочее минус 1 оно как то естественнее выглядит правда чем вот то что там написано ну то есть а есть список наоборот да дело не больше да дело как раз в том что именно в этой ситуации все будет 1 2 3 ну кто-нибудь чутье питона имеет или нет я на самой первой лекции много потратил времени на то чтобы пояснить в питоне ссылочная модель что это значит что не ссылается подключить память ну давайте я вам сейчас объясню об этом вы сами мне скажете так у меня был список а 1 2 3 я беру b я говорю b равно а а дальше нет пока уже нельзя я беру и b0 я говорю b0 равно 0 и распечатываю а а что я вижу 0 2 3 почему потому что b является ссылкой на тот же самый список а ну то есть или короче короче говоря не только а равно b так это true ну поехали если я хочу увидеть это true его надо распечатать так но а из b то есть а и b это один и тот же список да поэтому я по ссылке b могу менять собственно а и собственно это и наблюдать оказывается когда я вызываю функцию то вот эта штука которая тут написана это ссылка на ну естественно имена будут совпадать то есть это ссылка то есть дубликат имени ссылающийся на тот объект который перед ну и понятно что имена могут на самом деле отличаться у меня тут например может быть b ну или давайте наоборот здесь а а там b а здесь что я вижу вот что это такое что это такое что это такое ммм я вообще собираюсь там тоже так аааа сам еще раз смотрите в момент вызова функции то есть к моменту вот сюда когда я достиг вот сюда давайте я что-нибудь вот здесь успею заворачивать наворачивать b нулевое равно нулю вот так вот б нулевое равно нулю то в данном случае у меня есть список а реальный сколько там три элемента один два три на которых есть имя а но не куда его ссылаются ой я тут б не буду сэк а когда я вызвал ремерз вот еще вот тут нахожусь в этот номер расположения у меня b является ссылкой на этот а понятно что происходит дальше я пользуясь ссылкой на этот а через b добываю нулевой элемент в нулевой элемент записываю ноль а после чего я создаю новый объект который является вывернутым нарезанным списком три два моль так и что у меня происходит у меня это что за оператор это оператор по сути связывания они присваивают то есть копирование здесь не копирование происходит если присваивание происходит в срез в элемент в этом случае это действительно копирование по элементу а в этом случае что у меня происходит просто связывание ну пересвязывание потому что b уже и был ссылкой только теперь b ссылается на три два ноль на другой объект потом я распечатываю благополучно этот объект увижу эти самые три два ноль да объект такой существует он распечатан после чего функция заканчивается да в этом моменте функция заканчивается все временные имена получая имена параметров перестают существовать на этот объект больше никто не ссылается ее сборщик мусор да и к моменту выхода из функции у меня по прежнему существует объект а ноль потому что первое действие я успел произвести по ссылке а уже потом эту ссылку потерял понятно поэтому в питоне есть такая интересная особенность массивы передаваемые в функцию ну это массивы только да списки передаваемые в функцию одновременно изменяемые то есть пользуясь ссылкой можно его изменять как хотите переписать начисто ну как вот реально переписать я могу пользуясь ссылкой присваивать в его срез вот когда я присваиваю в срез списка в срез списка то я реально его элемент для меня понятно поэтому у меня В не будет создавать хотя вот это присваивание оно произойдет здесь же у меня да будет создан временный объект на время вычислений 3 2 0 потом эти элементы туда перегрузятся это объект удалится да но там уже через времена 3 2 0 В как указывал так и указывает на распечатали потом В удалился объект удаляется А изменен все понятно поэтому внутри функции если мы хотим менять то мы что ну присваиваем и так далее еще один вопрос представим себе что я хочу вернуть сейчас как сделаю короче вот я хочу чтобы у меня Б был копией А ну вот давайте вот хочу сделать копию А то есть короче говоря чтобы они у меня были ну пусть они равны друг другу да но false это прият списки были разные как мне это сделать в этом случае я должен создать новый объект на основе А новый список на основе А это можно сделать несколькими способами так ну я теперь его он будет явно не равен после присваивания я его делаю давайте я покажу здесь рядышком несколько способов первый способ как мы делали лист на основе range да точно так же я говорю лист на основе итерируемого объекта список это тоже итерируемый объект поэтому я могу делать список на основе списка понятно выбираем лист А А и был списком но у меня здесь явным образом конструируется при помощи конструктора новый список есть еще вариант я могу сделать срез списка срез списка это новый список но в случае если присваивание в срез списка это отдельная песня а в этом случае это как новый объект понятно поэтому я создаю новый список и В это ссылка на новый список являющийся срезом то есть изменение В после этого уже не повлечет то есть эти два вещи в данном случае эквивалент вот так ладно мы с вами про списки более-менее поговорили сейчас посмотрю что еще мне надо сказать а есть всякие фишки которые можно делать со списками числовыми очень просто и красиво это всякие мелкие функции со списками но функцию лен вы уже видели где мне это пописать я не знаю сейчас я про струкер разговариваю давайте что можно делать со списком со списком можно делать сумму элементов сумму элементов а надо правда понимать что суммировать можно только списки числовые если там не числа а строки являются элементами списка то как нельзя что еще можно делать можно давайте через запятую запятая кстати когда вы выражение пишете в скобках то оно уже не не останавливается этой строкой то есть будет питон будет искать продолжение в следующей строке пока скобки не закрутятся понятно поэтому если у вас условие например в ife получалось многострочным для чтобы питон возмущался ну где продолжение вы перенесли следующую строчку в продолжение возьмите условие в скобке как в языке c например внешний скобок и он спокойно в данном случае я вам следующий аргумент мин a max a то есть вот такие простые функции работают для списка безусловно вы должны уметь находить минимум и максимум как я вас учил уже то есть и сами ручками потому что например эти функции они возвращают вам значение минимум и максимум а не положение да и в принципе не для всякого объекта типа списка это все будет работать вот ладно сумм мин макс что там еще есть что-то еще есть что-то но оно вас уже не касается да да у списка есть довольно много разных методов как узнать про то что можно делать со списком в питоне есть встроенный help можно взять и написать help и он вам выдаст все что знает про список понятно все его функции в то же время читать эту огромную простыню можно открыть документацию да docs python пор почитать документацию по свежему питону на английском языке но и чтобы не читать всю эту простыню можно просто коротко спросить dir ну и дать этой функции dir любой объект типа списка хоть квадратные скобки пустые dir является функцией как директория да то есть она вот раскрывает содержимое а что собственно содержит этот объект в качестве своих методов и атрибутов и он вам расскажет через запятую в кавычках все его методы все его методы и атрибуты что собственно можно делать с списком я не буду этому рассказывать хорошо посмотрите сами да и кроме того узнав конкретный метод списка можно попросить help по конкретному методу списка list . ну и дальше метод вот так что мы делаем дальше мы с вами переходим к строкам строкам вот тут и так у строк тоже есть методы и то же самое как и со списком лучше этот справочный материал он справочный то есть что оно готовое что оно умеет лучше справочный изучать а не навекти то есть вам нужно узнать что можно сделать со строкой ну или у вас возникла какая-то нужда что делается вы полезны справочные посмотрите help и стр понятно да ну несколько методов я вам расскажу методы методы строк ну и за одно слово метод вам ведут собственно давайте там s hello например давайте hello например я могу сделать s точка lower это функция которая все заглавные буквы понижают делает их маленькими строчка превращается в нижних регистров строка не изменяемая поэтому метод строки не может изменить объект строки вместо этого он возвращает новую строчку которая то есть это как бы я почему сразу распечатываю потому что сама строка не изменится она останется в hello world с большими буквами но я могу сделать s1 да вот так вот происходит ну или сразу распечатываю то есть я новую строчку могу вот так вот пониже естественно есть функция s точка upper есть замечательная функция стрим или раздевать строчку от чего ее раздевать ее раздевать надо бывает на практике от пробелов то есть пользователи попросили ввести фамилии на общество или просто имя а он вместо того чтобы ввести имя нажал пробел несколько раз потом имя а потом еще кучу раз пробел enter кто-то как-нибудь попали что-то замешал стабуляция какая-нибудь случайно нажал вот это все пробельные составляющие можно слева справа убрать при помощи стрип есть r стрип соответственно это right то есть справа пробелы удалить и l стрим слева только убрать а справа оставить ну то есть если вы например считываете файл на питоне считываете файл со строками на питоне то вам пробелили символы в начале нужны а в конце нет вы будете делать r стрим а else не надо потому что вам надо так но это все по мелочи давайте сделаем что-нибудь разумное вот я такую штуку пишу pos равно s точка find find ну единственное что давайте я сделаю сделаю гаузи сейчас чтобы строка подавала как есть и все только я создам еще одну строку sum равно lm и я сделаю s точка find sum это функции метод это такая функция которая вызывается не просто так а примененные к определенному объекту то есть это не просто найти а это найти в строке строка найти да как бы вы бросите саму строчку строка найди под строку самым как слово substring я сократил мощным ну естественно нам Need что вернем? А что будет если у меня под строка длинная то есть у меня она найдена вот здесь позиция 2.3 что он荣 tenants вernет? двойку или тройку? двойку или тройку, со временем сим... начало подстроки. Понятно? Начало упражнения подстроки. А есть такая функция, поз2 равно s точка r файл. r файл. Это reverse файл. Искать, начиная от конца. Но это сделано на такой случай, если у вас в строке несколько раз существует подстрока. Естественно, что поиск подстроки, он как только нашел, он дальше не ищет, он прерывает. Мало ли, строка длинная, а я уже нашел. А в данном случае начинается конца иска. А в этом случае что он возвращает? Что? О, какое интересное предположение. Минус 2 предполагаю? Нет. Он вернет весить. Он вернет начало последнего вхождения. Причем в положительных числах. Точнее, в не отрицательных. начало в положительных числах. Понятно? Отрицательных значений слева. Ищет справа, но индекс вхождения считается от левого. Вот. А если у нас, как нам определить, а если вдруг не найдено, нет такой подстроки, в этом случае я могу спросить так. Ифос равно-равно минус 1. Минус 1 специально зарезервированное значение, которое эту функцию возвращает, если не найдено вхождение. В этом случае я могу напечатать, так, не найдено. И надо понимать, что минус 1 при всем бредом является корректным индексом буквы. Понятно? То есть, если я хочу напечатать кусок строки, начиная от найденной под строки до ее конца, до конца строки, да, то у меня может быть такая попытка. Принт. Ну давайте, что там много строк писать? Давайте однострочник напишем. Так, вот он славит своими однострочниками. Давайте делаем. С, срез, начиная от позиции, которую найдет find для ll, например, да, и до конца. О, красота. Красота. Если я абсолютно точно уверен, что ll там есть. Да? А если там какая-нибудь, не знаю, xl у меня будет, которого у меня нет в строке, то find вернет мне сюда минус 1, и у меня будет что? У меня будет срез от минус 1 до конца строки. То есть, собственно, последний символ, символ b, в этом срез попадает. То есть, это несколько неожиданно, не то, что я хочу. Мне нужно понимать, что исключительные ситуации, в частности, что не найдено, надо обрабатывать. Да? Не найдено, и, ну, что-нибудь предпринять. В конце концов, да, экзит сделать, я уж не знаю, ну, как-нибудь, да, что-нибудь сделать. Ясно? Так, что я вам еще не рассказал? Я вам еще не рассказал про... Справа он разбирается, читать ничего не сможет. Справа он на левую строку прочитать ничего не сможет. Теперь он тоже напишет, и все изменяются то, что будет на левую строку. Так, ll, 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 ll. Ну, я же иксы. Я про... Если нет, я вам послушаю. В смысле, ll, он придет... Снизу шутки. Первое, может быть, исчисление... Да, а если посерединке там написать еще, то он его ни файпер, ни отфайпер, не найдет. Смотрите, пожалуйста, что делать подписительного соединения? Есть еще один способ. А, ну, это выход из программы. А не будем про это разговаривать. Зачем нам про это разговаривать? Через годик на языке PC мы про это будем поговорить. Зачем это надо? Или там будет у нас практическая работа, разбор параметров командной строки. Или там, может быть, может и затронут будет какого-то, а так и не надо. Здесь еще один способ. If, sub, in, s. В этом случае я воспользовался функцией, точнее, оператором, in. Оператор, in не возвращает позицию, он возвращает факт. Факт. Под строка есть или под строки нет. Это еще проще. Факт, он часто бывает ваш. Да, если, sub, in, s, там, if, hello, in, s, да, print, да, значит, есть под строка, да, а иначе, else, нету. Понятно? Это проще. Если вам не надо, то не делайте это в спараме. Кстати, in работает и для списков. Если уж вернуть так в списках, то я могу спросить, вот там функции, и писал для списков всяких. Где? О. Вот тут я напишу, что я могу спросить, if, x, in, a, да, но правда надо понимать, что это не под строку, то есть не под список будет искать, а это конкретный один элемент. То есть он по элементам будет сравнивать, x с элементами. Если такого элемента нет, то он скажет, что false. Кстати, можно спрашивать и для строки, для списка, not, in, пишется в два слова, not, in, означает оператор не в, то есть такого нету. Это то же самое, что not, x, in, а. Но записывается чисто по-русски лучше. А? А можно проверить, что там срезы проверяют? Срезы проверяют? Да, вот там срезы, а есть, а срезы, а есть. Можно. Ну какая разница, вы создаете? А, стоп, 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 стоп. Нет. Еще раз, если срез b является элементом а, то да, еще раз. Нет, под строк или под списки, там, срезы он к нему не сравнивает. То есть у строк, in работает для поиска под строк, то есть сравнение куска строки с частью строки, в данном случае он ищет один элемент. Дело в том, что список, это такая зараза, он может содержать в себе элементы разных список. Короче говоря, я могу сделать А равно, не знаю, 1, 2,5 , , , , а X . Правда возникает вопрос. Я, конечно, могу перебирать элементы разнотипные. А что я с ними буду делать? То есть я, разве что, функция print, она достаточно универсальная, она сможет это распечатать все, каждый элемент, и не грохнется, она ожидает любой тип, почти, почти любой тип она перепечатает. И тайм. Я могу спросить, какого типа этот x. Ну и я, собственно, увижу типы этих элементов. А так, конечно, это слабо предсказуемое. Обычно в списке однотипных элементов, хотя можно вот так вот делать. Ладно, я что еще не рассказал про строки. Еще парочку метров. И еще мне нужно вернуться к списку строк, потому что есть некоторые фишки. Итак, finderfind. Есть такая штука, как count. То есть я могу взять и написать n равно s.count. То есть я говорю, строка посчитай саму. Посчитай, сколько раз ходит под строка. Ну, hello world. Она лл найдет не два раза. Count возвращает и лад. Правда, есть такая интересная тонкость. А что, если у нас строка состоит из большого количества, например, буквок а? А, а, а. А, а. А, а. И под строка у меня а, а. Сколько раз он найдет эту а? Есть разные варианты. Первый вариант. Четыре. Второй вариант. Два. Петроновский вариант. Два. Ну, так, ну, просто выбор в эту сторону сделал. Так оно проще линейное реализует. Есть еще такой замечательный метод, как replace. Когда я беру s2 равно s.replace. Ну, например, лл маленькая на лл большое. Это функция неизменяемых строков. Еще раз, база. Должны знать, строки неизменяемые. Это к чему? Если у вас есть ссылка на строку, да? Кто-то сослался на вашу строку, а и б, это а из б. Это здесь, это две ссылки на эту же строчку. И кто-то хочет поменять б, да? То есть он там, например, б равно б, replace, и что-то на что-то меняет. Да? То у него есть только один вариант. Создать новую строку, и все. А останется всегда, и то никто не сможет вам, неизменяемые типы, это прекрасно. И, кстати, целые числа тоже неизменяемые типы, и это замечательно. То есть никто вам не подменит вашу двойку, лежащую в ваших переменах. Так, со списками, как я уже двигал, когда списки изменяемые, там это нужно учить. То есть это неплохо, это хорошо, но это тоже очень. Replace вот создает новую строку, которую вы можете куда-то сохранить. Сама строка нет? Да. У replace можно добавить третий параметр, это количество замен. Если что-то питаем один, то первое вхождение LA будет заменено на LA большое, а второе нет. У fine, кстати, можно задать еще параметры, откуда искать и докуда искать. То есть старт-стоп у него можно задать через запятые, но я уже не буду это писать. Все подробности help. Это все ближе уже к справочному материалу, который мне неинтересно вам рассказать. А вот интересно мне вам рассказать вот что. А что если я захочу создать, ну очень я хочу обрабатывать строчку по символям, могу ли я это сделать? Ну конечно же да. Для этого мне достаточно строчку засунуть в генератор в список. Что я получу? Я получу список символов. Список строк. Ну давайте SS это все вновь пробуем, чтобы покороче было. Как там время еще видно, что у нас 3 минуты. А лист S, и у меня А это по сути help. Понятно? Теперь у меня список односимбольных строк, я могу каждой поддельности долбить. Ну хотя бы то же самое, что я уже говорил вам, да? Например, for I in range лен А и я в А и ты кладу чр от орден А и ты на плюс 1. Захотел я по символю взять и коды символов сдвинуть, записать их вот так. Ясно? Что я делаю дальше? Мне конечно замечательно, я сумел добиться того, что там у меня в этом списке лежит F8I E F L M M O P F M P M P Мне хотелось бы обратно это в строчку склеить. Я конечно могу затеять по символе склеивание, но хотелось бы это сделать A быстро, B эффективно, V в одну инструкцию, коротко. Для этого есть метод строки join. то есть я могу взять и сказать S равно двои кавычки, точнее две одинарные кавычки спящих на первой парке, я тоже говорю ой, две одинарные кавычки точка join и даю список A. В данном случае список A обязан списком срок и только срок. Что я делаю? Это две одинарные кавычки и точки. То есть я говорю строка пустая соедини A. И она, эта пустая строка, соединить мне A вот так X, M, M, B. А если я скажу так, например, звездочка, кавычка, строка, содержащая звездочку, соедини мне A. то она мне что сделает? Она мне соединит это вот так. То есть она мне звездочку повтыкает в качестве сепаранного разделителя. Ну и что еще в конце вам это сказать? Что если я хочу строчку разбить по пробегиям символам на слова, то это можно сделать при помощи метода split. То есть я, допустим, прочитал line, line равно in. line равно in. И я хочу теперь добыть слова. Я могу написать так, words равно line точка split. То есть я к строке применяю метод split, и у меня words это список слов. То есть если я напишу в строке hello , world то у меня будет результатом ну давайте words я отпишу допустим. Words у меня будет списком из hello , в кавычках и в кавычках в ову. Так? Конец список. А? Пробелы не включаются ни в одно слово ни в другое. Причем стандартный split несколько пробелов считать за один разделитель. Даже если вы там сотни пробелов между словами то он их все прогнозирует первое слово второе слово запятая непробельный символ и она будет включаться в слово. Понятно? А split умеет работать не только с пробелами если вы ему скажете каким объектом какой подстрокой разделять то он будет ей пытаться это дело надо на эти разделить на куски. Понятно? Вот такая вот здесь замечательная возможность и много всяких фишек можно делать с этим суббитом. Но мы их сейчас уже делать не будем с вами. На этом на сегодня все. Спасибо суббитом.